В прямом эфире РБК ОФА мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. К трем годам колонии-поселения приговорили водителя грузовика, который был участником ДТП с девятью погибшими в Иглинском районе Башкортостана. Рустама Рахимзянова обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Трагедия произошла вечером 27 февраля на трассе под Улутеляком. По версии следствия, водитель фуры допустил занос прицепа с щебнем, который врезался в пассажирский автобус на встречной полосе. В Мерседесе, следовавшем по маршруту Уфа-Усть-Котав, погибли девять человек, водителей и восемь пассажиров, уроженцы Башкортостана, Челябинской и Оренбургской областей. В ходе разбирательств водитель фуры заявлял о том, что на трассе в день ДТП была гололедица, а дорожники обработали ее уже после случившегося. Соответствующее уголовное дело возбуждали в региональном следкоме. За июнь в Башкортостане судебные приставы взыскали 155 миллионов рублей долга за жилищно-коммунальные услуги. 128 из них за свет и тепло. Отмечу, среди злостных неплательщиков как физические, так и юридические лица. Собственники жилья находятся в черных списках управляющих компаний. Однако, как отмечают в службе судебных приставов, нередки случаи, когда и сами управляющие компании находятся в таких же списках у взыскателей. Среди юрлиц, обслуживающие организации, самые распространенные должники. Отмечу, большую группу хронических должников среди физических лиц составляют именно состоятельные люди, владельцы элитного жилья. Пока судебные приставы проводят предупредительные рейды. В дальнейшем, говорят, меры будут ужесточать. Цель рейдовых мероприятий повысить сознательность граждан по оплате за должность по запотребляемой коммунальной ресурсу. В ходе рейда на двери квартиры, в которые не попали судебные приставы, наклеено объявление информационно-принудительного характера. В случае невыполнения требований судебного пристава, возлагаемых объявлений к должнику, будут применены такие меры принудительного исполнения, как вскрытие помещения и также с возмещением расходов по вскрытию, привлечения к административной ответственности по статье 17.14. Напомню, с 1 июля коммунальные тарифы снова повысятся. В среднем рост по стране не превысит 4%. При этом Башкортостан оказался среди лидеров по темпам увеличения платы за услуги ЖКХ. Меньше всего тарифы вырастут на Северном Кавказе. Представители туриндустрии предлагают вернуть лицензирование туристической деятельности. Эту возможность обсудили сегодня участники круглого стола телеканала РБК Уфа. Финансовое обеспечение деятельности туроператора в 50 миллионов рублей сегодня недостаточно, считают участники рынка. Финансовые гарантии для афериста, если человек создает компанию для того, чтобы именно обмануть, то она особо не будет играть никакого значения. Тем более, что финансовые гарантии мы берем в страховых компаниях. Стоимость финансовой гарантии – это всего 1% от общей суммы. Поэтому, если кому нужно обмануть, они просто берут и покупают старинку туроператора. Отсутствие лицензии – это уже уголовная ответственность, подчеркивают аналитики. Между тем, жалоб на турфирмы в этом году немного, говорят специалисты. В Роспотребнадзор поступило 9 обращений против 69 в 2017. Это всего полпроцента от общего числа. Если условно разбить категории обращений, которые к нам поступают в управление, то их можно разбить на два вида. Это отсутствие информации об оказываемых услугах или неисполнение договора. Также участники, прошедшие в отеле «Шаратон» дискуссии, обсудили актуальные тенденции внешнего и внутреннего туризма, сопутствующие финансовые, юридические и страховые вопросы. Все подробности смотрите в проекте «РБК-события» в понедельник, 2 июля. В завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллар и евро синхронно подорожали. Курс американской валюты увеличился на 34 копейки – 63,13 евро, в плюсе на 19 копеек – 73,60. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в «Быстробанке» за 62,99, продажа в «Промтрансбанке» за 63,45. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в «Акибанке» и «Социнвестбанке» за 73 рубля ровно, по продаже в банке «Солид» за 73,30. К этому часу вся информация. Оставайтесь с «РБК». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова